Друзья, всем привет! Вы часто задаете мне вопросы в комментариях и в личке ВК по поводу гоночных квадрокоптеров и самосбора. К сожалению, я не могу объять необъятно. На моем канале я обозреваю готовые решения. Но я нашел специально для вас один очень интересный канал, называется Сокол FPV. Ссылка будет в описании. Человек очень хорошо разбирается в гоночных аппаратах, также тестирует моторы и сам собирает квадрокоптеры. Давайте перейдем по ссылке, подпишемся на его канал и поможем хорошему человеку набрать первую тысячу подписчиков. Друзья, всем привет! Вы на канале Майкер Си. Сегодня рассмотрим камеру от фирмы Hawkeye, модель Firefly Q6. Это экшн-камера для установки на квадрокоптер или самолет, ну или вообще куда угодно. Открываем коробочку. Такая довольно плотная, из картона. Есть инструкция на английском и китайском языках. Китайский для гурманов. Читать обязательно. Камера довольно сложная. Такая плотная упаковочка. Поверхность камеры из пластика soft-touch. Есть отверстие для вентиляции. Блок из четырех кнопок. Дисплей. Светодиодные индикаторы работы. Разъем под карту microSD. Разъем для зарядки mini-USB. Кнопка общего сброса. И разъем HDMI. Здесь указано потребление тока в размере 500 мА. Аккумулятор установлен литий-полимерный 700 мАч. То есть, по идее, должно хватать больше часа аккумулятора. Но в режиме 4К, а здесь есть такой режим, камера работает 50 минут. Заряжается аккумулятор 1,5-2 часа. Также здесь есть режимы 1080p, 60 FPS, 30 FPS, 2.5K, 30 FPS. И 720p, 120 FPS. Посмотрим комплектацию. Зарядный кабель USB, mini-USB. Это, наверное, защита на линзу. Есть выход для снятия аналогового сигнала, я так понимаю. То есть, эта камера может работать в качестве грузовой. И вот такая бумажка с наклейками. Камера выглядит весьма современно. 4К, скорее всего, здесь интерполяция. Наверное, самый лучший режим будет либо 2,5K, 30 кадров в секунду, либо 1080p, 60 FPS. Сравнивать мы ее будем с вот такой камерой Foxer Legend One. Как видим, размерами она чуть-чуть меньше. Толщина такая же, длина такая же, а ширина меньше. Давайте взвесим обе камеры. Фоксор у нас весит 52 грамма. Firefly 44 грамма. Иногда 8 грамм могут играть решающую роль. Кнопки по порядку, значит, включение-выключение и переключение в режимы фото-видео. Вверх-вниз по меню. И кнопка ОК. Подтверждение выбора меню или же включение видеозаписи или фото. Я забыл сказать о самом главном достоинстве этой камеры. У нее есть электронная стабилизация изображения. Как она работает, мы проверим в полете. Итак, включим камеру. Правая кнопка переключает режимы фото-видео. Это фото. Это видео. Левая кнопка делает или фотографию, или начало стоп видеозаписи. Вот у нас пошла видеозапись. Останавливаем. Переходим в режим фото. Можно сделать фотографию. Вот они настройки. Размер видео. Сейчас установлено на 1080-60. Можно переключить в любую другую. Подтвердим. Далее. Наверное, яркость. Форматирование карты. ОСД. Какая-то лампочка, не знаю. Еще что-то. Короче, инструкцию надо изучать. Настроит куча. Трехминутные интервалы видео. Ой, что-то еще. Эдшоу. Показ еды переводится. Засловно, не знаю. Угол обзора. У меня установлен низкий. Маленький. А, милл. Средний. Можно установить большой, но тогда будет дисторсия. Оставим средний. Поехали дальше. USB. Использование USB. Для зарядки или неиспользования. Так. Тут у нас включено. Power off. Эквивалент. Юз. Ну да. Получается, что при отключении питания зарядка идет. Вроде так. Так. А вот как раз таки та самая стабилизация, которая у меня включена. Компенсация рыбьего глаза у меня тоже включена. Ой, что это я не помню уже по инструкции. TV-мод. Дата-время. Что такое дата-рейт я не знаю. Наверное, это экспозиция. Метриинг. Да не знаю, что это такое. Контраст. Что-то тоже какую-то. Цветность. Детализация. Выдержка. В общем, как видим, настроек очень много. Берст. 11 фотографий в секунду. Так. И все. Вроде по минимуму пробежались. Выход. Как видим, полный заряд. Режим видео включен. Предлагаю поехать на большую-большую горную поляну. И сравнить качество записи камеры Foxer Legend 1 и Firefly Q6. Итак, вот эти две камеры. Включаем запись. Одновременно я постараюсь это сделать. Так, здесь пошла запись. Так, здесь пошла запись. Здесь пошла. Такое у нас новое место выбрать для полётов. На старом поставишь набор. Попробуем. Передняя центровка. Камера все-таки в паре почти 100 грамм весят. Сейчас чуть-чуть потремнирую. На лесаду будем оттуда заходить. Да, посадка простой не будет. Маленькая полянка. Маленькая полянка. Да, издалека придётся сажать его. Вот так. Сейчас тестируем камеру в режиме 4К. Пошла запись. 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 Да что я не могу уходить. Останавливаем. 2,5К 30 FPS. 3,5К 30 FPS. Включаем запись. Полетели. Выключаем. Ставим разрешение 1440p 30 кадров в секунду. Включаем запись. Полетели. Делаем гружочек. Три,5К 30 и 60 X. Эти видео будут выложены в виде исходников, без обработки. Отключаем Выбираем следующее разрешение 1860 у нас уже было Хотя в принципе исходик можно снять Нужно вернее Итак, 1860 Стоп Осталось нам 1080 30 Окей Запускаем Субтитры сделал DimaTorzok И последнее разрешение Которое мы будем снимать Не остановилось 720p 120 кадров в секунду Пуск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа, поймал Останавливаем Все, ссылки на оригиналы этих видео Будут в описании ролика Смотрите, сравнивайте Выбирайте себе экшн-камеру А на этом я с вами прощаюсь С вами был Майкер Си Если вам понравилось видео Ставьте лайки Делитесь моими видео Оставляйте комментарии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok